Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхан Гейдарович Алиев. С момента подписания Московской Декларации о союзническом взаимодействии Азербайджана и России прошел ровно год. Документ состоит из 43 пунктов, охватывает ряд экономических, политико-стратегических, социальных и других сфер сотрудничества двух стран. Подписанная декларация, основанная в первую очередь на взаимном уважении и независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности, предполагает переход отношений двух государств на качественно новый уровень. О важности подписанной год назад Московской Декларации для Азербайджана и России, а также о том, что удалось сделать за прошедший период в рамках этого документа, Баку-ТВРУ рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Прошел год с момента подписания декларации о союзничественном взаимодействии между Азербайджаном и Россией. Этот документ был подписан президентами двух наших стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Но вот год спустя мы можем сказать, что с позиции прошедшего времени еще раз убедились в том, что это был важнейший стратегический документ, определяющий характер и направление российско-азербайджанского взаимодействия и сотрудничества на ближайшую историческую перспективу. В целом, минувший год был отмечен расширением всего спектра контактов и взаимодействия между Москвой и Баку. В частности, с визитами высокого уровня в Азербайджане были премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, ряд руководителей ключевых регионов Российской Федерации. В Баку также состоялся ряд российско-азербайджанских форумов, на которых принимались конкретные решения в области политики, дипломатии, а также экономического сотрудничества. В целом, фундамент наших отношений, он заложен прочный, несмотря на политическую конъюнктуру, несмотря на отдельные усилия различного рода армянских лоббистских групп, их агентуры, вбить клин в отношения между Москвой и Баку так и не получился. Вместе с тем наблюдали, конечно, абсолютно безобразные сцены, когда в конце прошлого года усилиями армянских лоббистов было организовано на ряде российских телевизионных ток-шоу антиазербайджанские выступления, в которых принимали участие как, собственно, армянские лоббисты внутри Российской Федерации, так и приехавшие из Еревана представители. Тем не менее, несмотря на весь этот комплекс, скажем, проблемных вопросов, они не повлияли никаким образом на российско-азербайджанское взаимодействие. Хотел бы отметить очень успешное развитие трека экспертной дипломатии. В частности, в минувшем году был создан и приступил к полноценной работе в России экспертно-аналитический мозговой центр, Каспийский институт стратегических исследований, который подготовил и направил в российские центры принятия решений целый ряд служебных записок, аналитических докладов, где с позицией отстаивания российских национальных интересов был обусловлен и предложен ряд различного рода практических шагов и действий, направленных на укрепление позиций России в регионе Южного Кавказа, противодействие подрывной деятельности со стороны западных государств и объективного взгляда на процессы, которые происходят и продолжают происходить в Армении с точки зрения того, чтобы решения, которые принимаются, носили в России объективный, сбалансированный характер и были минимально удалены от возможности армянского лобби влиять в негативном плане на российско-азербайджанские отношения. Поэтому, подводя итог, еще раз могу сказать, что отношения между Россией и Азербайджаном проверены временем. Азербайджан выступает в качестве стратегического союзника, партнера Российской Федерации. И на базе Декларации о союзничественном взаимодействии мы рассчитываем выйти на новые рубежи, движение вперед во имя устойчивого развития и достижения тех целей, которые сформулированы и поставлены перед нашими странами, соответственно, президентом России Владимиром Путином и президентом Азербайджана Ильхамом Малиевым. Субтитры создавал DimaTorzok